В студии Диана Горшечникова, здравствуйте. Примирить мир сложнее, чем вести войну. Это озвучил премьер-министр Франции Жорж Климансо во время Парижской мирной конференции. Как раз таки в этот день, 21 января 1920 года, она закончила свою годовую работу, результатом которой стало подписание нескольких мирных договоров. Кроме того, был выработан устав новой международной организации, Лиги наций. Однако не все верили в то, что Первая мировая война станет последней войной на Земле. Например, французский маршал Фердинанд Фош считал, что «это не мир, это перемирие на 20 лет». И, собственно, не ошибся в своих прогнозах. Так вот, сегодня, проще говоря, мы хотим разобраться в том, почему соглашения на поверку оказались кабалой для некоторых стран, кому они были выгодны и кого в реальности сделали сильнее, почему национальные интересы не удалось сбалансировать с целями международного сообщества и какой из этого всего вынесен урок. Ответы на эти и другие вопросы будем искать вместе с нашими гостями в студии радиоспутник-политолог, кандидат исторических наук Михаил Смолин. Михаил Борисович, здравствуйте. Здравствуйте. И историк-практик, педагог, автор единого учебника по истории России Евгений Спицын. Евгений Юрьевич, я вас приветствую. Здравствуйте. Вот к вопросу о том, что все-таки сказал Жорж Климансо во время Парижской мирной конференции, когда пытались выработать, значит, все пункты мирных договоров и вообще все это как выглядело, не сказать, что такое гуманное заявление совпадало с реальными целями Франции на тот момент, а Франция, ну, по крайней мере, как мне кажется, пыталась всячески Германию-то в самый низ, что называется, опустить. Ну, знаете, Франция, конечно, мстила за свое поражение Франко-Прусской войны. Это, в общем-то, отразилось и на такой жесткости договора, и на огромных репарациях. В этом смысле, конечно, больше был прав уже цитированный вами военный специалист. Он понимал, что вот такого рода оскорбительные во многом пункты мирного договора не сломили до конца Германию, потому что на территорию Германии, собственно, союзные войска так и не входили. То есть победа была осуществлена за счет выматывания сил Германии, а не за счет того, что союзные армии, допустим, взяли Берлин. То есть Германия оставалась в таком ощущении, что, да, некий такой нож всадили им в спину, да, но немецкая армия не проиграла, по сути дела, ни одного большого сражения. И было некое ощущение, что поражение пришло как-то вот из-за какого-то даже предательства. Это выработало в дальнейшем огромное количество надежд на реванш и все политические силы, ну, скажем так, право-левого такого спектра, которые занимались возрождением Германии уже после Версали. Многие говорили о том, что действительно необходимо провести некий реванш, некую следующую войну. И, по сути дела, после Версали во многих слоях населения, особенно в ветеранских германских сообществах, вот эта идея реванша очень сильно культивировалась. Поэтому политики явно ошиблись, а военные вот в лице маршала Фоша правильно оценили ситуацию. Михаил Борисович, к вам коротко еще один вопрос. Если получается, что с Германией нужно было поступить несколько иначе, понятно, что история не терпится слагательного наклонения, но, тем не менее, в контексте заключения мирного соглашения, как оно должно было выглядеть так, чтобы Вторую мировую войну могли бы не допустить? Вы знаете, проблемы даже, может быть, не столько в том, насколько правильно или неправильно заключили этот мирный договор, а в том, как себя повели политики в отношении Германии и даже в отношении своих союзников. Например, была обижена Италия, которой ничего не досталось. Россия вообще была выведена за скобки этого мирного договора. Ну и практически все были недовольны этим миром, но, может быть, из-за исключения французских политических кругов, которые были очень довольны тем, что репарации огромные, надо сказать, что последняя часть репараций Германии выплатила вот совсем недавно, в 2010 году, там сколько-то оставшихся миллионов. Во-первых, это говорит о том, что это очень разорительно было для самой Германии и оскорбительно выплачивать такие огромные деньги. А с другой стороны, это говорило о том, что понятно было, что Германия попытается всячески увильнуть от этого. И мы видим, что все политики уже 20-х годов, уже такие политики, которые хотели уйти от веймарской системы, они все уже готовились к тому, чтобы прекратить выплачивать эти репарации, что, собственно, Гитлер потом и сделал. А Владимир Ленин, кстати, по поводу Парижской мирной конференции и ее итогов, говорил, что, цитата, «это не мир, а условия, продиктованные разбойниками с ножом в руках беззащитной жертве». Евгений Юрьевич, ваш взгляд? Не, ну то, что Версальская конференция и тот пакет договоренностей, я напомню, что по итогам этой конференции было подписано 5, значит, мирных договоров с основными участниками Четверного Союза, то есть это Германия, Австрия, Венгрия, которые на тот момент уже были отдельными государствами, Болгария и Турция. С самого начала было ясно, что и сам ход переговоров, и итог этих переговоров, он закладывает мину замедленного в действие, потому что выигрыши оказались, по сути дела, две страны, это Великобритания и Франция. Я просто напомню, что еще летом 16-го года, то есть еще когда шла Первая мировая война, по инициативе Климансо и Аксвита, это двух премьер-министров, Великобритания и Франция, в Париже собиралась экономическая международная конференция. Главная цель этой конференции состояла в том, чтобы договориться о том, как они будут экономически уничтожать Германию уже после ее капитуляции. К этому разговору был приглашен и тогдашний госконтролер Российской империи Николай Николаевич Покровский, который вскоре станет последним министром иностранного дела Российской империи. И когда Покровский ознакомился с пакетом документов, который, по сути дела, провозглашал курс на пастерализацию Германии, то есть превращение ее в сырьевой предаток Великобритании и Франции, то есть уничтожение всего промышленного потенциала, он отказался подписывать эти документы. Более того, этот вопрос был предметом особых обсуждений на заседании Совета Министров Российской империи. И когда все члены кабинета поддержали Покровского, то именно тогда в Париже и Лондоне было принято окончательное решение поспособствовать событиям, которые произошли в феврале-марте 1917 года. Так что продолжение вот всех этих начинаний, оно нашло свое достойное завершение именно Парижской мирной конференции. Теперь то, что касается, почему туда не была допущена Россия и почему так обошлись Германия. Ну, Россия была не допущена по целому ряду обстоятельств, которые, в общем-то, хорошо известны. Во-первых... Непонятно было, с кем говорить. Да, во-первых, союзники считали, что Россия нарушила свой союзнический долг, подписав с немцами 3 марта 1918 года Брестский мирный договор. Хотя после капитуляции Германии 11 ноября того же 1918 года он тут же был аннулирован советской стороной. Так что это такое, в общем, как бы обстоятельства, ну, довольно спорное. Дальше второе. То, что в России тогда разгорелась гражданская война, и было непонятно, кто на самом деле в этой войне победит. А на 1919 год, я напомню, как раз пришелся пик противостояния красных и белых, буро-малиновых, зеленых, там, кого угодно, да? Вот. Ну, и третье обстоятельство. Понятно, что союзники вообще не горели никаким желанием исполнять какие-либо обязательства по отношению к России как таковой. Вот. То, что касается репараций, я бы здесь поспорил. Дело в том, что в 1924 и в 1929 годах по инициативе американцев принимаются два знаменитых плана. Это план Кдаус и план Кюнга. Где как раз произошло, ну, своеобразное переформатирование вот этих вот германских репараций в пользу стран Антанты и прежде всего Франции. И по оценкам экономистов, прежде всего, вливание в германскую экономику было таково, что, во-первых, это не было столь обременительно для Германии, как это представлялось ранее. Более того, именно те деньги, которые были по этому плану, ну, по этим планам, да, Уса и Юнга вкачаны в экономику Германии, не позволили ей довольно быстро, значит, поднять свой промышленный потенциал. И многие историки считают, что США и Великобритания сознательно пошли на вливание огромных средств в экономику Германии. По тогдашним меркам это 4 миллиарда долларов. Если мы переведем на современные цифры, это порядка 600 миллиардов долларов. Для того, чтобы, во-первых, не дать Франции укрепиться на европейском континенте и стать доминирующей силой, а, во-вторых, для того, чтобы со временем создать в Германии мощный военно-промышленный комплекс, который был бы способен, значит, затем, ну, по сути дела, стать такой базой для удара по Советскому Союзу. И это не скрывали. Тогдашние воротилы финансового капитала. А потом, вот на базе уже реализации вот этих двух планов, те же англичане и американцы усиленно стали вести Гитлера к власти. Евгений Юрьевич, к началу вашего комментария возвращаясь, вы сказали, что в самом начале Парижской мирной конференции все понимали, что это мина замедленного действия. А кто все? Ну, и Климансоев, и Фошвы, все же прекрасно понимали, что, знаете, как Ленин же говорил, давайте будем подписывать мир без анексии и контрибуции. На самом деле, ведь в основе работы Парижской конференции первоначально был положен, вы знаете, чей план, да? Вудро-Вильсон. Вудро-Вильсон, да. 14 пунктов Вудро-Вильсона, президент Соединенных Штатов Америки. Альтернативный проект для этой конференции предложило советское правительство, Владимир Ильич Ленин. Он сразу был отвергнут, этот альтернативный проект. Это подписание мира без аннексии и контрибуции. Понимаете? Вот. А вот эти 14 пунктов Вильсона, они потом тоже были частично реализованы. Кстати, почему, между прочим, американский конгресс, значит, не ратифицировал эти договоренности? Более того, Соединенные Штаты не стали членом Лиги Наций. Ведь Вудро-Вильсону пришлось весь 19-й год, когда шла Парижская конференция, мотаться по Соединенным Штатам Америки и уговаривать, значит, американцев в правильности участия США в этой конференции и подписанных договоренностей. Его, извините, потом разбил даже инсульт. Бедняжка. Понимаете? Он потом несколько месяцев лечился, затем ездил на колясочке и вскоре, так сказать, отошел мир иной. Понимаете? Вот о чем речь. То есть главными бенефициарами вот этой Версальско-Вашингтонской системы, она создавалась в 1919-21 годах, она пришла на смену так называемой, ну, кто-то говорит, венской системе международных отношений, которая была создана еще по итогам наполеоновских войн на Верском конгрессе 1814-1815 годов. Кто-то из историков говорит, что это была крымская система международных отношений, созданная после подписания Парижского мирного трактата 1956 года. Но, тем не менее, вот те системы международных отношений, которые существовали весь 19-й век, они рухнули с началом Первой мировой войны, и понятно, что после ее завершения надо было выстраивать какую-то новую систему международных отношений. Она получила название Версальско-Вашингтонской. Но, как вот правильно сказал мой коллега, она приказала жить уже, ну, официально считается, в 1939 году, я-то считаю, что гораздо раньше, то есть где-то с 1935 года, даже с 1933, с момента заключения Римского пакта, а затем с момента подписания англо-британского договора о морских вооружениях, потом ремилитаризации Араинской области, затем аншлюса Австрии, Чехословакии, Мюнхенского договора и т.д. и т.п. Вот это все вот эти вот последние шаги, они, по сути дела, уже тогда рушили всю эту систему. Она оказалась не жизнеспособна, понимаете? Вот мы к деталям буквально после короткой паузы перейдем. Я напомню, в студии сегодня историк-практик, педагог, автор единого учебника по истории России Евгений Спицын и политолог, кандидат исторических наук Михаил Смолин. Работает у нас Вайбер и Ватсап по номеру телефона плюс семь девять шесть восемь семь шесть шесть тридцать три одиннадцать. Принимаем сообщение. Возвращаемся к нашему разговору. В студии Радио Спутник сегодня историк-практик, педагог, автор единого учебника по истории России Евгений Спицын и политолог, кандидат исторических наук Михаил Смолин. Михаил Борисович, а Ваш взгляд по поводу на Лигу наций и тот функционал, который эта организация несла в себе, создаваясь изначально, кто-то историки, например, называют предтичью ООН, с чем, в общем, тоже сложно поспорить. Но что не так было в этой структуре и почему она дала сбой? Ну, знаете, я думаю, что от такого рода международной структуры у них всегда что-нибудь не так, потому что и сегодняшняя структура ООН периодическая такая арена борьбы национальных интересов. Поэтому здесь что не так было, скорее, в том плане, что вообще, как говорил один генерал, что если вы хотите всех поссорить, надо всех начать объединять. Вот в определенной степени вот эти международные организации были такой ареной споров и дальнейших организаций, дальнейших конфликтов. Например, из той же лиги нации могли страны исключать. Что само по себе очень оригинально. Если мы говорим о неком мировом сообществе, то как можно из этого мирового сообщества кого-то исключить? Даже если поведение той или иной страны кому-то не нравится. Сегодня мы тоже видим, что, допустим, на России такое давление оказывается, что еще чуть-чуть и нас начнут выдавливать из ООН. Поэтому здесь международные сообщества, вещи такие, очень ангажированные. И в той ситуации мы попали тоже в такую проблему, как Лига наций, как некое идеологическое сообщество, продвигающее в том числе, кроме объединительных моментов, еще и идеологические. Это не было политическое объединение стран просто по факту их существования. Это было объединение тех стран, которые победили, собственно, в Первой мировой войне, и они навязывали остальному миру какое-то свое представление о том, как надо дальше развиваться. Что касается вот самой, самих вот этих договоренностей после Первой мировой войны, то я не думаю, что здесь проблема в чисто экономических требованиях с Германией большие, а не малые были. Это не столь важно. Мне кажется, что важнее, что Германия не помесла военного окончательного поражения. Да, действительно, из нее начали выкачивать деньги, да, действительно, ее ограничили в военных возможностях, иметь армию в определенное количество численности, флот и так далее, и так далее, и так далее. Но у них не было ощущения, особенно у военных кругов, что они проиграли. А вот это ощущение, которое было, например, в 45-м году, оно действительно во многом понижает уровень реваншизма. Вот тот реваншизм, который остался в Германии, он базировался на том, что у огромного количества людей, бывших на фронте, не было ощущения своего поражения. Они считали, что это было предательство тыла политиков. Расширю ваш комментарий, потому что я читала некоторые вырезки тоже историков, и многие из них говорят, что и общественность была очень сильно удивлена, настолько эффективно и первоклассно работала на тот момент информационная машина, которая докладывала о результатах, ну или же о провалах. И для большинства было неожиданно, что как это так, теперь перемирие, да еще и на их условиях. Конечно. Ну, там для верхушки германской армии было понятно, что Германия истощена в военном плане, но люди, которые непосредственно воевали на фронте, они видели, что германская армия хоть и уменьшена там в снабжении, и даже отчасти голодала, и так далее, и так далее, и так далее, но вот такого реального, разгромного военного момента в Первой мировой войне не произошло, и у немцев осталось ощущение такой недоделанной работы в военном плане. Но надо иметь в виду, я прошу прощения, что в Германии же голодуха была, что по самым скором оценкам от голода Германия тогда, знаете, сколько умерло? Сколько? 700 тысяч. Понимаете? И что вот, кстати, так условно говоря, в протразвездках, которая была характерна для нас, она же была введена еще царским правительством у нас, но еще раньше она была введена именно в Германии. Более того, Богданов Малиновский, когда он оценивал так называемый военный коммунизм, то он в своей работе уже тогда писал, что гносеологически, то есть своими корнями, политика военного коммунизма, которую большевики взяли на вооружение в годы гражданской войны, она шла как раз из военной экономики Германии. Потому что в условиях ограниченных ресурсов, и прежде всего в условиях огромной недопоставки зерна на германский рынок, а мы были традиционным поставщиком зерна на немецкий рынок, начинаются вот все эти проблемы, связанные со снабжением и армии, и населения. Поэтому здесь надо иметь в виду не только военные победы или поражения, но и ситуацию в тылу. А следует признать, что ситуация в тылу была довольно напряженная, и плюс надо иметь в виду, что вот это стодневное наступление стран Антанты в 1918 году, оно тоже все-таки сыграло существенную роль. И потом была общая усталость от войны. Вы же поймите, ноябрьская революция в Германии, которая привела к свержению режима Кайзера, Вильгельма, и все последующие события, они же тоже родились не на пустом месте. То есть революционная ситуация в стране все-таки была. Другое дело, что потом вот это вот все схлопнулось, да, и закончилась гибелью, в том числе и Роза Лексембург, и Августа Бебеля. Кстати, тоже мы отмечаем же, мы вот сейчас в эти январские дни отмечаем как раз юбилей, значит, 80-летний, прошу прощения, 100-летний юбилей и открытие самой Парижской конференции. И вот буквально, значит, там месяц назад, условно говоря, вот юбилей у всех этих событий, связанных с капитуляцией Германии, окончанием войны и ноябрьской революцией в Германии. Знаете, многие тоже считали, что если бы Россия не была выведена из этой войны, февральская, затем октябрьская революции, то военное поражение Германии было бы более жестким. Мне кажется, что ситуация, вот когда союзники остались на своем фронте, не дала им полной уверенности, что они могут разгромить Германию в военном плане, именно в том, чтобы разгромить и армию, и взять столицу этой страны. Если бы второй фронт с нашей стороны остался, то, безусловно, и государь-император, и остальные вожди союзников оказались бы в Берлине. Слушайте, но проблема войны, я просто напомню, что проблема войны и вообще продолжение войны, она же во многом стала катализатором развития революции. Вспоминайте апрельский политический кризис. Нота Милюкова, значит, послам воюющих держав, она вызвала первый кризис и отставку первого состава Временного правительства. Потом, не забывайте, после Корниловского монтяжа создается вот эта знаменитая директория, между тем и тем возникает первый конфликт, который, по сути дела, закончился отставкой или отпуском, так мягко скажем, нового министра обороны или военного министра генерала Верховского. Конфликт между Терещенко и им, потому что он сказал, что армия воевать не может. Не просто не хочет, она не может воевать. Что ситуация на фронте настолько критическая, что у нас просто нет ресурсов для продолжения войны. И только приезд сюда министра вооружения Франции, Тома, который был одним из руководителей масонской лужи, Великий Восток народов Франции и России, значит, ситуацию смекешировал. Потому что тот же Коновалов, Терещенко, Керенский и так далее были членами масонской ложи, и они взяли на себя обязательство продолжать войну до победного конца. Потому что когда большевики пришли к власти, то ситуация на фронте была уже аховой и катастрофическая. И вот этот декрет о мире мести или вкупе с декретом о земле, он, по сути дела, и позволил большевикам бескровно взять власть в свои руки. Вот что ждало русское общество. Потому что в окопах гнили, так сказать, крестьяне в солдатских шинелях то самое время, когда у них, извините, в деревнях происходил традиционный 12-летний передел земли. Да они плевать хотели на эту войну. Они вообще не понимали, за что они воюют. Поэтому они все с оружием в руках и ринулись. Кто брататься, а кто обратно в свои деревни, чтобы поспеть, что называется, где лежу пирога. Евгений Спицын, историк-практик, педагог, автор единого учебника по истории России. Михаил Смолин, политолог, кандидат исторических наук. Сегодня находится в студии Радио Спутник. Анализируем мы итоги Парижской мирной конференции и разбираем деятельность Лиги наций. Обо всем, но по делу. В программе «Проще говоря». Возвращаемся к нашей беседе в студии Дианы Горшичниковой. И наши сегодняшние гости – историк, советник ректора МПГУ Евгений Спицын и политолог, кандидат исторических наук Михаил Смолин. Остановились мы на комментарии Евгения Юрьевича. И я вот в продолжении по поводу революционных настроений. Но, тем не менее, переключаясь к Лиге наций. То есть Россия в Лигу наций не вступала. Не брали. Не брали, хорошо. Сталин тоже к Лиге наций относился не очень доброжелательно. Приведу его цитату. «Советский Союз не участвует в Лиге наций, так как он стоит против империализма, против угнетения, колоний и зависимых стран». Одна из речей Сталина. Тем не менее, 1934 год, и Советский Союз в Лигу наций вступает. Это что был? Какой-то тактический ход? Или с чем связано такое решение? Он был связан с тем, что Советский Союз выступил тогда с инициативой создания системы коллективной безопасности. И эту инициативу тогда очень активно поддерживала Франция. И именно по предложению Франции, чтобы найти точки соприкосновения, я напомню, что тогда во главе французского дипломатического ведомства стоял Луи Барту, довольно такой активный сторонник сближения с Советским Союзом и создания полноценной системы европейской безопасности. Поэтому Советский Союз вот из-за этих тактических соображений и вступил в Лигу наций. Но Барту, как известно, был убит вместе с королем Югославии во время покушения, которое было организовано германской разведкой, небезвестной от Тоскорцени. Почему? Потому что Берлин прекрасно понимал, да и не только Берлин, а те силы финансового капитала, которые стояли за приходом Гитлера к власти, а это были и британские, и английские бантиры, помимо немцев, им вот этот вот возможный союз двух крупнейших держав тогдашнего мира. И напомню, что Франция, она была колониальной державой, и помимо, собственно, территории Франции, владела огромными владениями и в Индокитае, и на Африканском континенте, и так далее. Грубо говоря, можно сказать, что Советский Союз таким образом хотел получить больше влияния в мире? Ну, естественно, да. В целом, по большому счету, началась вот эта ситуация гонки ко Второй мировой войне. Франция, во Франции были левые настроения, они рассчитывали на то, что Советская Россия, так же, как в Первую мировую, выступит на два фронта против Германии. Но у советского руководства было свое мнение на этот счет, и поэтому никакой войны на два фронта не получилось до 1944 года. Поэтому здесь, мне кажется, вот рассуждать о том, что Советский Союз предложил какую-то систему общеевропейской безопасности, это было довольно странно, потому что никто не отказывался ни от какой мировой революции, и людям ни левых, ни левых взглядов была непонятная ориентировка Советского Союза. Это, слушайте, Михаил Борисович, это ваши, так сказать, сугубо идейные установки, а я исхожу из факта, что тогдашний нарком иностранных дел Максим Максимович Литвинов, во-первых, официально, это можно почитать, это везде опубликовано, выступил с предложением от Советского Союза подписать Общеевропейский Пакт о, значит, создании системы коллективной безопасности в развитии, кстати, знаменитого договора Келла Габриана 28-го года, где страны брали на себя обязательства разрешать все возникающие конфликты мирным путем, без применения вооруженной силы, и тогда на призыв Советского Союза откликнулись две страны, это Чехия, Чехословакия и Франция. Другое дело, что события, которые потом последовали за убийством Барту, они не дали возможность создать эту систему, но Советский Союз последовательно, вплоть до 23 августа 1939 года, призывал все мировое сообщество, прежде всего ведущие европейские державы, подписать такой договор. Кстати, московские переговоры 1939 года, которые были, по сути дела, сорваны именно французами и англичанами, они и заставили Сталина пойти на подписание вот этого знаменитого Пакта Риббентропа-Молотова, и в этом была выдающаяся победа советской дипломатии. Знаете почему? Потому что если бы не был подписан этот договор, то состоялся бы военный союз между Великобританией и Германией, и тогда нам пришлось бы куда как, так сказать, хуже, понимаете? А здесь Сталин объегорил... Я с этим не согласен, конечно, этого не было. Ну, сейчас, дайте я договорю. А здесь Сталин объегорил... Расхуждение исходя из политических убеждений. А здесь Сталин объегорил британскую дипломатию, и можно сколько угодно, значит, сейчас размышлять на эту тему, но по факту Великобритания стала союзницей Советского Союза по антигитлеровской коалиции. По факту стала. А что там происходило в действительности, очень много нюансов. В 44-м году в реальности начала воевать. Она вообще-то вступила в войну, если... То есть, 41-го года мы воевали на один фронт с Германией. Мы не воевали на один фронт с Германией. Мы не поддержали в свое время Францию, ее разбили в одиночестве. И эта ситуация говорит о том, что мы взяли зачем-то почти стопроцентные проблемы, стопроцентные тягово во Вторую мировую войну. Подождите, подождите, а у нас был военный договор с Францией? У нас была... Почему мы должны были поддерживать Францию? Геополитика вообще не меняется от политических убеждений. Подождите, подождите. Мы должны были вступить во Вторую мировую войну, если она была неизбежна, на два фронта. И Германия бы развалилась не в 45-м, а в 43-м. Ну что вы, а у нас был военный союз в Франции и Великобритании. А надо было его добиваться. Мы все-таки не разбираем детали Второй мировой войны. И, господа, остается совсем немного времени. И мне бы хотелось, чтобы мы как-то резюмировали все то, что сегодня было сказано в эфире. В частности, раз мы остановились на Лиге наций, давайте все-таки по поводу Лиги наций. Коротко, если можно выделить, допустим, два или три пункта, хотелось бы услышать, что хорошего сделало для обеспечения коллективной безопасности эта структура. Евгений Юрьевич, вообще ни одного пункта? Ничего. Дело в том, что вообще сама идея Лиги наций, она родилась как раз в голове у Вудро Вильсона. Вот эти 14 пунктов они в том числе и содержали. Но самое смешное, что США, предложив создать Лигу наций... Сами не одобрили. Так нет, нет, она так и не вошла. Прогресс отклонил предложение. Так США вообще не были членом Лиги наций. Вот вам и все. Что это за структура, где одна из ведущих стран мира не является членом? Плюс правильно, тут было сказано, что до 1934 года Советский Союз не вступал в Лигу наций. Дальше. Когда Гитлер пришел к власти, он тоже вывел Германию из состава Лиги наций. В 1939 году Советский Союз был исключен из Лиги наций. Это изначально была, в общем-то, нежизнеспособная структура, которая ни уму, ни сердце, что называется. Михаил Борисович. У Лиги наций для начала не было никакой своей общей политики, не было никакой своей армии, не было никакой серьезной бюрократии, которая могла бы влиять на национальное правительство. Поэтому сама по себе организация была не действительной, не мощной, не способной влиять на решение, отношения внутринациональные. И она была слишком идеологизирована, но в таком либерально каком-то таком стиле, который не объединял все режимы на тот момент, которые были хотя бы даже в Европе. Я считаю, что Лига наций сыграла тоже свою определенную роль в том, что Вторая мировая война была настолько опасной для самой Европы и настолько кровавой. в силу своей слабости, в силу своей ангажированности и в силу неспособности договариваться. А вот теперь организация объединенных наций, являющаяся преемницей Лиги наций, это абсолютно другая структура? Или тоже к ней есть определенное количество вопросов? Я не думаю, что она абсолютно другая структура, просто результаты Второй мировой войны были бы значительно более жесткие в отношении тех стран, которые начинали мировые войны. Германия и их союзники были раскатаны, ну, что называется, в мелкий порошок. Германия вообще прекратила свое существование. После Первой мировой войны Германия, национальная Германия продолжила в новом виде, с новой властью свое существование. После 1945 года официально история Германии закончилась. И то государство, которое потом возникло на ее основании, там ФРГ и наша советская ГДР, это уже совсем другая история. Они никаким образом не связаны юридически, прежде всего, с историей Германской империи, Германских королей, там, Священная Римская империя, Германские нации и так далее. В глубь истории. Это совсем другое изначальное формирование мирового сообщества. Потом надо иметь в виду, что в 1947 году у нас мало кто об этом знает, было же ликвидировано прусское государство. Вы знаете об этом, да? А теперь мы знаем об этом все. Нет, но я вам говорю, что вот все остальные земли, там, Саксония, Вертенберг, Бавария, Гессен, Дармштадт и так далее, они составили, ну, территориально целостную, вот, ФРГ, там, ГДР, потом объединились. Но Пруссия, как государственное образование, оно было ликвидировано официально. Вы сейчас не найдете на территории, значит, современной ФРГ такого государства или такой земли, как Пруссия. Понимаете? Коротко ответьте на один вопрос. У нас 15 секунд. Третьей мировой войны, согласно подписанным соглашениям и договорам, которые есть сегодня, удастся избежать? Абсолютно нет, это не гарантирует. Никакие бумаги, никакие договоренности не гарантируют никаких реальных военных событий. Евгений Юрьевич, ваш... Любая дипломатическая бумажка, она существует до тех пор, пока она устраивает подписантов этой бумажки. Как только кто-то из подписантов хочет выйти из любого договора, он это сделает. Евгений Спицын, Михаил Смолин, господа, спасибо за сегодняшний разговор. Спасибо. Спасибо.